Приветствую вас! Это видео, с одной стороны, историческое, экономическое, еще и познавательное. Боже, как я часто слышу эти бредовые идеи! Как плохо в Украине! Ничего не делается, ничего не... Говорю, проведите факт! Нет, фактов мы не знаем, но мы трендим! Факт! Это если, да, всегда люди не ценят, что имеют или неправильно делают выводы. А я вам сейчас расскажу, ну, про исторический факт, конечно, приведу цифры, факты, не переживайте, и объясню, почему же в Украине экономическое чувство. Не, я не считаю. Но, так как все-таки же видео у нас историческое, экономическое, познавательное, по этой причине начнем из цитаты. Вот я сейчас приведу цитату. Если кто-то ее поймет, я пойму, с кем я имею в виду. Ты должен, как колхоза советской власти. Кто-то знает. Нет, не знаете. Это Курмена, когда хотели сказать, да ты только задолжал, только задолжал. Да ты должен, как колхоза советской власти. Ну, это был неопределенный нюанс. Это все понимали, что никогда долги нет. Знаете, была последняя инстанция. Смотрите, какая ситуация. Возможно, вы слышали, что в Советском Союзе работников ИИ, школьников, заводу посылали работать, ну, помогать убирать урожай. В тот же самый момент, катастрофично не хватало продуктов питания. Сейчас никто не посылает заваленного. Но, смотрите, какой интересный нюанс имел место в те времена. Этот феномен, в общем-то, очень четко показывает, в чем недостаток, проблема существует, ну, не только в данном ситуации, скажем вот так, на этом этапе. Вообще будущее. То есть, понимаете, сейчас приведу пример, как нельзя делать. Никогда. Понимаете? Вот если это делают, всегда плохо. Знаете, смотрите, начнем мы с товарища Троцкого. Троцкого, да, да, не удивляйтесь, не удивляйтесь. Я понимаю, что в вашем представлении Троцкая это вот революционер. Да, да, не спорю. Ну, хочу вам напомнить, что Октябрьский переворот или Октябрьская революция сделал не Ленин, Троцкий. Если бы не Троцкий, то не было бы Октябрьской революции. Ну, он, он рисовал. Ленин вообще там, как бы потом уже, когда революция закончилась, что называется, пробежал. Так вот, смотрите. Так как человек, он действительно был такой эмоциональный, он же вообще-то журналисты с ним пошли. То в 1923 году на пленуме ЦК ВКПБ он сделал доклад, причем разгромный, такой сенсационный. Его, этот доклад, его потом издали отделанной книжечкой. И народ ее читал, перечитал. Доклад заключался в том, что он предупредил все руководство, он тогда Советского Союза, все руководство партии, все руководство страны. То есть, если немедленно не будет решена проблема нож и цен, это погубит советскую власть, построение коммунизма, ну, соответственно, Советской России, тогда уже СССР. Причем, действительно, чтобы вы правильно поняли, он шикарно сделал этот доклад, приводил цифры, факты, не думает, и действительно доказывал, вот если сейчас вы это оставите, вы погубите, ну, не будет коммунизма, не будет. Голос будет такой. Что такое ножница-цена? Вот в тот момент, я говорю, в 1923 году, прошла такая ситуация, уже НЭП, НЭП запустился. И как бы начали живать, появились кулаки, да-да, кулаки, середняки, частный бизнес. И возникла такая ситуация, что цены на промышленные товары и цены на хозяйство, они очень сильно отличаются. Но очень сильно в разы. То есть, грубо говоря, если промышленные товары были очень дорогие, то продукт питания были очень дешевле. Очень дешевле. Ну, чтобы там он приводил пример, правда, опять же, взял за базу 1113 год, не удивляйтесь. Так вот, если сравнить, во сколько выросли промышленные цены, так вот, по сравнению с 1113 годом, в 1923, промышленные цены выросли в 26 раз. Ну, опять же, гражданская война, а так дальше. А вот цены на продукты питания выросли, выросли, все равно все в 8 раз. Ну, он говорит, вы же видите, какой разы, он действительно колоссальный разы, там 8, там 26. И действительно, он чертовски был прав. Он был чертовски прав, что получилась такая ситуация. Промышленные товары очень дорогие, причем там получилась такая ситуация, что по логике вещей, чтобы удешевить промышленные товары, то было бы целесообразно. Ну, начиная еще от налога, заканчивая от импорта. Нет, нет, нет. А с хозяйствами, наоборот, были очень дешевые. Получалось так, что для того, чтобы купить что-то промышленное, надо выращивать очень большое количество продуктов питания. И, соответственно, ну, это плохо получается для сельскохозяйства. Очень плохо. И вот Троцкий, что называется, на последнем. Против доклада, точнее, что докладчиком был на этом плену, товарищ Сталин. Он сказал, что товарищ Троцкий. Ощебайте. То ножницы цен есть, но они не настолько проблематичны. То развитие построения коммунизма близко, как никогда, и будет все хорошо, все замечательно. Вообще, Сталин придерживался такой концепции, так как это пролетарское государство, Советский Союз, то крестьяне это не пролетариат, они должны финансировать построение коммунизма. То есть, с другими словами, они должны выращивать продукты питания и продавать дешево. Вам это ничто не напоминает. Помните бесконечные ваши разговоры? Ой, как цены подняли. Ага. Вот вы как Сталин, ей-богу. Точь-точь. Нет, смотрите, какая ситуация. В принципе, Сталин действительно использование. Но я не скажу, что это он изобрел или так далее. Вообще, там его очень сильно поддерживал. Там есть финансовый, был такой Сокольский. Плюс ко всему, был такой еще Рыков. Вы представляете, Совнаркома после Ленина. Чтобы правильно понять. Он тоже поддерживал. Потому что, ну, была такая идея. Типа, нам нужны деньги. Где их взять? О, давайте возьмем Кристиан. Так возьмем. Будем покупать очень дешево продукты питания. А очень дешево продукты питания, ой, рабочие будут довольны, все будут довольны, все дешево, все замечательно. А Троцк говорил, так нельзя, что так, ребята. Если вы дешево делаете дешевые продукты питания, то вы заведомо убиваете будущее аграрного сектора. Понимаете? Нет. Нет. Низкие цены – это плохо. Как плохо? Вот так плохо. Вот действительно провели эксперимент. Я еще говорю, это времена НЭПа. Низкие цены на скрестную продукцию, они казались хорошими. Но в результате они сделали плохо, а не хорошо. Потому что что произошло? Прошло следующее, что промышленными товарами спекулировали, что дорогие были. А продукты питания, ну как бы ими там, они были в загоне. В результате, да, действительно получалась ситуация, что кулаки появлялись, но их было очень мало. Кулаку, чтобы купить трактор или купить менять одобрение, надо было очень много денег. Очень много продать, сказать, на продукции. В результате, действительно, ну как бы, кто-то пытался развивать. А некоторые середники говорят, да, вот я только себе выращу и пошли мы подальше. Вот такая ситуация. Да, да, да. Когда вы делаете низкие цены, когда вы заведомо говорите, ну вот мы, вот хорошо низкие. Низкие – это плохо. Высокие цены – это хорошо. Они стимулируют рост. Мало того, они стимулируют и покупателей больше зарабатывать. Так это работает. А подробнее никак не работает. Ну, наверное, вы знаете, что товарищ Сталин подумал крепостное право. В колхозах. Нет, ну это редко. Фотография, сразу говорю. Вообще, это действительно трудодний. Сейчас объясню, в чем ситуация. В колхозах зарплату не платили при Сталине. Нет. Сарплату начали платить только при Хрущеве. При Сталине были палочки. То есть человек считалось так. Работать, ну колхоз вообще-то считалось коллективное хозяйство. То есть там собственник, колхозник, який работает. Ну, чтобы вы правильно поняли, вообще бредовалась эта идея. Получалась такая ситуация. Зарплату не платят. Ты работаешь в колхозе, тебе ставят трудодни. Палочки. Ну, фиксируешь ты. Потом, когда собрали урожай, сдали государству по фиксированным ценам, заведомо низким. Вот это, вот это. Потому что вот эта политика очень низких закупочных цен началась при Троцком и она осталась при Сталине во всей красе. Когда закупочная цена была заведомо занижена. То есть, получалось, покупали очень дешевое зерно. Говорят, хорошо, будет дешевый хлеб. Значит, рабочим будет дешевый продукт и так дальше. А в результате было плохо всем. Понимаете? И тогда считалось так вот. Забрали урожай, сдали государству, продали. Что-то осталось. Поделились среди всех колхозников по частному. Но вот, как видите, человек получил маленький-маленький мешочек зерна за то, что весь лето работал. Да, такая ситуация была. Вообще, это же еще одна цитата Советского Союза. Чтоб ты всю жизнь за палочкой работал. Или она всю жизнь за палочкой работала. Да, действительно, были случаи, когда люди работали все лето. А, конечно, в итоге ничего за это не получали. Крепостные. Самая точка крепостные. Но вот, понимаете, к чему ведет эта крепостная политика? И говорит, ну как же так? Ну почему же, ну вот столько было в Советском Союзе колхозов. Столько было успешно. Говорите, а почему же была такая вот интересная ситуация, когда... Опа! Вот это вот колхоз советский. Не, самый-самый. Ну, водочку, понятно. Ты что? И хлеб. Вообще, действительно, ситуация, но была следующая, что действительно, ну... Хлеб, хлеб, да, вот почему он был дешевый. Закупочность цена низкая. Ука дешевая. Хлеб дешевый. Но она настолько низкая, что себестоимость производства зерна была выше. Но, представьте, получалось курьез. Вот почему эта девушка несет столько бутылок... Ну, водки-то понятно. А хлеба. Скот кормить. Курьез заключался в том, что ей более выгодно буханку хлеба скормить, чем купить комбикорм. Комбикорм был дорогой. Ну, потому что комбикорм она покупала, грубо говоря, в колхозе. Там была цена, типа, договорная. Там или вообще не продавали, или это было дорого. А если покупая частника, еще дороже. Потому что частник говорит, да нет, да. По закупочной цене я продавать не буду. А хлеб был дешевый. Понимаете-ка? И получалось, что более выгодно было действительно кормить скот хлебом. Ну, серьезно. Действительно, брали даже в свое время... Это, по-моему, прибрежные уже вели уголовную ответственность за скармливание хлеба скоту. Уголовная ответственность была, да. Но это все равно не работало. Но, действительно, ситуация была следующая. Курьез получался в том, вся страна нищая, бредная. Покупает по очень низкой цене. Говорит, ну хорошо, но в результате получается хлеб, кормят скотинь. Вот это и есть абсурдность, абсурдность модели экономики, которую... Ну, а дальше она вот куда превращается? Дефицит хлеба. Это уже город. Нет, смотрите, какая ситуация. Понятное дело, что колхозы же понимали, что их воруют. Нет, так же вот представить колхозы. Ну, он воровал, там, брагодиры воровали. И любой колхоз был заинтересован, чтобы меньше производить. Ну, понимаете, когда ты производишь продукцию, когда ты ее продаешь, ты получаешь, не зарабатываешь, а наоборот, как бы тратишь, то ты стараешься сделать все возможное, чтобы ее не производить. И находили варианты. Ой, боже. Причины, полупричины, еще какие-то причины. То есть, понимаете, в Советском Союзе очень боролись с приписками. Приписки были действительно колосса. Когда, во-первых, брагодир прописал свое. Представляете, колхоза свое. Районное начальство свое. Областное свое. А хлеба нет. Серьезно. Нет, действительно, вот эта очередь, это не при Горбачеве. Это прибречь. Я сам стал таким очередем. Нет, не спорю, были моменты, когда продажа хлеба хватало. А бывали сбои. Вот так все так. Ну, действительно, когда хлеба хватало, покупали хлеб, кормили скот. И не можно было объяснить, ну как же так. Ну, получается, ты покупаешь хлеб, кормишь скот. Ну, бред, чушь. Нет, это не бред. Это вот советская экономика. Но, в результате, никто не хочет работать, никто не хочет производить. И, честно говоря, каждый хочет паразитировать. По этой причине, да, действительно, спорить не буду. Многим это очень нравилось, жить в Советском Союзе. Да, ни черта делать не надо. Ну, водочка какого-то. Вот, 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 вот. Вот эталон советской жизни. Водочка. Да и дешевая хлеба. Что еще? Но, мы теперь подходим до цифр. Смотрите, это данные из сборника статистики на Советском Союзе. Видите, 80-90. Здесь, как видите, тогда же был Госбанк, как вы понимаете. Кредиты. Ну, здесь видит промышленности, сельском хозяйстве отдельно, даже выделили на колхоз. Ну, как поняли, большую часть кредитов, даже выдавая сельскому хозяйству, выдавали колхоз. Вот, видите, по данным, тут криптование растет. Это миллиарды рублей вы подняли на конец года. Миллиарды, миллиарды. Тут рецепт. Апа! Одиннадцать. Из-за времена Советского Союза несколько раз списывали долгий колхоз. Горбачил тоже. Почему списывал? Он понимал, колхозы погодили. Нет, действительно не могли пользоваться. Но даже получалась ситуация дурноватая. Они очень дешево продают продукты, получают очень мало денег. Да, им дают кредиты. Но математика просто не... То есть, даже вот они продали большой урожай, собрали, все продали, получили деньги, а оплатить невозможно. Нет, нет. По этой причине списывали. По этой причине, да, вот эта цитата, типа, задолжал, как колхозы советской власти, подразумевало, что, ай, черт с тобой, когда-то... Простим твой долг, иди к черту, бабушка. Кручок списывал. Ну, смотрите, не списывал Сталин. Тот зверствовал, действительно. Кручок списал, и Брежнев списал, когда пришел к власти. Ну, там надо было немножко так информазываться, он списал. А потом Горбачок списал. Ну, что значит, списал, поймите. Дать кредит, это значит, часть денег не вернуть по депозитам. Помните, вы постоянно ко мне задаете вопрос? А вот где делись депозиты Советского Союза, вот наши родители? Вот, 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 вот. Петю. Вот 20 миллиардов депозитов как и не было. Да, да, вот, вот. Ну что, списать это значит 20 миллиардов рублей советских. И уже фактически вернуть в качестве вкладов Сбербанка в СССР, тогда вообще сбирать не было возможности. И когда говорят, ну где ты, да нету их, вот, вот, списали. А списал Горбачок, потому что, ну, он надеялся, что я спешу, колхозы немножко живут, а остальные долги погасит. А это уже не погасит. Понимаете? Вот такая ситуация. Ах, они это не погасили. Что вы дни этих колхозов хотите? Нищета, бестолочь и все остальное. Ну а теперь, пару цифр с Украины. Смотрите, это данные, ну, уже гостата Украины. Урожайность. Понимаете? Чтобы вы правильно поняли, урожайность фактически показывает, с одной стороны, как обрабатывать землю, как убирают, как выращивают и все остальное. Ну, то есть, это такой, знаете, супер-пупер индикатор урожайности. Да, вы скажете, считают неправильно. Правильно считаете. Успокойтесь. Вот насчет этого успокойтесь. Ну, понятно, у них точно все до последней копейки. Это не надо. Но урожайность здесь действительно считают четкой. Здесь можете посмотреть. Видите, 1991 год. Ну, понимаете, это как раз вот развал Советского Союза. Да, это Украина. Это Украина. Здесь нет всей СССР. Смотрим урожайность. Ну, вот зерна зернобобовых. 26,5. Сейчас 53. Почему я говорю, что в Украине есть экономическое чудо? Вот, вот, вот. Понимаете, то, что они ценят, то, что они понимают, то, что говорят плохо, неплохо. Понимаете, в Советском Союзе вот эти 26 для них, было задействовано, ну, в раз пять больше рабочей силы. Действительно, сейчас же на теле значительно меньше работает, чем в Советском Союзе. Очень колоссальный, мало того же. Я говорю, что привлекали рабочих, привлекали студентов, школьников. Э, 26. Э, 26. А сейчас никого не привлекает? 53, даже 54. Я понимаю, сказать, война, я все понимаю, что война, там показать будет другой, не спорю. Ну, здесь 23, 26, здесь 54. Экономическое что-то, железо. 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 Не, думаете, посмотреть по другим показателям, если вам интересно, там по солнечник, но тоже, видите, больше. Потом, кто у нас, сахарная свекла. Ну, вот, сахарная свекла, там есть такой немножко нюанс. Нет, надо отдельно рассказывать, там есть свой нюанс, понимаете? Сахарный тростник более выгодно выращивать, чем свеклу. Не удивляйтесь. Вообще, проще покупать, стареть сахар, перерабатывать, рафинировать и продавать. Это более прибыльно и более, ну, выгодно для промышленности. Не удивляйтесь. Сахарная свекла, она, как вам сказать, на каком-то этапе она была, конечно, такая супер. Но сейчас, несмотря на все селекции, она сильно уступает сахарному тростнику. Ну, овощи, вот это, вот даже не овощи, а, да, вот культуры. Плодовий, ягод, не видите? 18, а раньше 23. Это вот яблоки, все, да, да. Потом овощи, 128, здесь, о, видите, 215. Вот тоже. Нет, в овощах, конечно, не доработка. Здесь нужен хороший монстр, монстр, большие, большие, большие мамстры. Почему такой рост? Ну, потому что нет колхоза. Ну, потому что такие комбайны. Да. И, ну, еще, соответственно, потому что, действительно, сейчас вот такой вот хлеб, а не те кирпичики, которые были в советском завете. есть. Ну, что? Подведем итог. Вы поняли, что Троцкий был прав. Помните, когда заведомо держат цены низкие, я говорю, с точки зрения обывателя это хорошо. Вот я говорю, что обывателю сказать, вот мы держим низкие цены, будем заведомо занижать, хорошо. А я говорю, плохо. Вообще, по большому счету, вот почему это низкая цена привела? Да, она была низкой. Естественно, с точки зрения обывателя все замечательно. С точки зрения политики, вот дешевый хлеб, дешевый хлеб. Он, сам понимаете, член политборо, все святое. Он пытался как-то, он, ну вот, Косыгин тоже, понимаете, он, конечно, не мог вспомнить работу Троцкого, ее бы не поняли. Он выдвинул свою идею. Он не называл ножницы цены, как Троцкий. Потому что Троцкий, я говорю, это вообще была такая фишка, даже она вошла в политэкономию мировую, ножницы цены. Мало того, впоследствии, даже когда Кейс и вот эти все последующие там франты мировой экономики стали, они ссылались на Троцкого, ссылались и говорили, вот, вот видите, вот это нельзя допускать. И по большому счету на сегодняшний момент, возможно, вы слышали, что Евросоюз датирует сельское хозяйство. Датировали, да. И, возможно, вы слышали, что датирует каким образом? Чтобы цена была высокая. Серьезно. Ну, то есть, вот, к примеру, хороший урожай, он говорит, нет, вот это надо утилизировать, это не надо, это не надо. Мы вам заплатим за утилизацию. Только не надо это на продажу. Вот это урожай. Неправильно. Нет, правильно. Высокая цена. Понимаете? Просто Евросоюз понимает, что если, вот, к примеру, ну, позволить, что цены на продукты упадут, высокое урожайство. В результате будет плохо. Троцкий предупреждал. Вы знаете, нельзя. Цены должны быть высокие. Это для всех. И это действительно он показывает. Потому что, когда высокие цены на продукты, ну, во-первых, оно стимулирует развивать бизнес. Ну, покупать те же комбайны, вкладывать деньги в технологии, строить элеваторы, дороги в сторону. То есть, есть смысл. То есть, стимулирует. Да. Здорово скажите. Постойте. Хлеб другой. Не спорим. Это стимулирует качество. Потребление. То есть, ну, понимаете, что было, ну, сейчас, конечно, вот молодежь не поймет. Просто не поймет. Мои одногодки поймут. Ну, помните, мазанка? Ну? Это же была, в чем, в чем смысл был. Хлеб дешевый, значит, вы его покупаете. А дальше надо чем-то намазать. Понятное дело. Маслом было сложим. Маслом прошивое. Оно крышилось. Очень много влаги было. Маргарином. Но это на любителя. Не спорят. Чаще всего, как мазали? Да, вареньем. Да, да. Победил аренде. Такое было же, да. Ну, или сало. Да. Мальцем сало. Да. Ничего. Во. Вовечный. Только не скажи. Домашний смолец. Это еще дай, дай. Да. И да, действительно, такая была ситуация. То есть, питание было как вот кусок. Был бы я такой. Хлеб есть, все нормально. Потому что, ну, как считалось. Кусок хлеба есть, все мыть помазал. В крайнем случае, сольку и посолил. Нет, серьезно. Был такой вариант, когда брали хлеб, подсаливали сольку и ели. Бывал вариант, если было подсолнечное масло. Макали. Да, тоже такой. Ну, то есть, вы скажите, это не совсем еда. Ну, как не еда? Это насыщение желудка. С точки зрения вкусовых качеств мы здесь вопросов не поднимаем. Хотя, будете смеяться, но бывают случаи, когда действительно мои одногодки бывают, вспоминают, как они такие. Ну, вспоминаю они просто. Представьте, ну, это ж не… Ну, вот так было вкусно. Знаете, да, да. Как это вкусно? Ты же понимаешь, это же не совсем еда. Да. Да, действительно, это имело место. Вот это просто причине, что, с одной стороны, заведено было. Ну, шутка дешевых лет и убыточный колхоз. Которым списываю, не списываю, списываю толку никакого. Ну, разогнали к чертой бабушке колхоза. Ну, хорошо. Обращаю ваше внимание, что у нас на сегодняшний момент есть аналог колхозов, когда же сами селяне создают кооперативы. Но без партии, без парткома обкома, что называется. И действительно получается. Ну, понятно, что эти кооперативы получаются такие небольшие, но там уже действительно собираются те, которые реально как бы собираются что-то делать. И да, действительно, такие кооперативы работают. В некоторых случаях они занимаются, что называется, смешение придумаешь там садовочиством, кто-то ягоды выращивает, кто-то коз выращивает. Ну, то есть по-разному. Это небольшие, но это вот действительно настоящий бизнес. Но там, так как настоящая цена, настоящий рынок работает. Так как, видите, колхоз мог бы сработать, если бы там был бы рынок, стоящие цены. Но, ну, сталь уже, конечно, можешь набросить. Нет, тоже нет. Киска убит. Вот такая вот ситуация. Вот такой закономер. Так что, понимаете, когда в этих случаях вы даете советы, это уже все было, пробовали, не работает. Удивляйте. Вот и здесь. По этой причине получается, чем выше цены на профпитание, тем лучше для экономики. Для вас тоже. А если цены придерживать, не пускать, зафиксировать, плохо. И для вас, и для экономики. Но для обывателей, для политиков хорошо. Вот такая вот ситуация. Все. Благодарю за внимание. Пишите комментарии. Пока. 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 Пока.